Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Мангал, мангал, мангал для людей, для рыбаков. Место, место, место. Это, конечно, круто, но, знаете, знаю наших людей, они это украдут. Мы хотели сделать антивандальное то, что людям не нужно вообще, чтобы их не интересовало это на даче и нельзя было сдать на металл. Поэтому все должно быть построено антивандальное. Вот там мы хотели бы на конструкциях на этих сделать, как на Бали, такие качели. То есть я только вернулся там оттуда, салзи, и там везде вот такие качели. Отталкиваешься качели. Внутри вот тут вот будет фестиваль арта, и каждый придет художник, разрисует свою часть. Каждую часть стены и каждую часть этого. Представьте, это все визуализируйте, что все это красиво. Какую-то канатную дорогу можно, вот это. Хотим придумать, опасно, опасно. То есть вот дальше нормы. Инструктор должен быть, правильно? Конечно, конечно. А представьте, что-то не дай бог. И, ну, как бы, вот тут уже вопрос властей. То есть кто-то должен сидеть, кто-то должен помогать. Ну, как в настоящем парке. Дальше нужно финансирование. Ну, я думаю, власти как-то стыдно им станет, что здесь бесплатно своими руками столько сделали, а за миллионы работы, честно говоря, незаметно. Посмотрим. Я говорю такую фразу, что мы хотим жить, как в Швейцарии, в чистой и красивой. А для этого нужно просто взять, выйти и своими руками что-то сделать в своем дворе. Сбить лавочку, скворечник сделать и навести порядок рядом. И тогда маленький кусочек Швейцарии будет у тебя во дворе. Потом мы переносим это в соседний двор, в соседний. И вот так вот появляется... Начать с себя, правильно. Только с себя начать. Все сидят на карантине и рассказывают, как все сложно. Выйдите, сделайте для других. Это как-то потом отразится на том, как ты живешь. Видео, как мы делаем. Смотрите, как мы носим бревна, как я делаю лавочки. Смотрите, вот как я пабличку эту прибиваю. Я снимала, уже зрители мои видели это. Вот как мы красим все. Вот мы с девчонками красим, пришли. Вот как мы бабочку нарисовали. Вот картину эту мы сделали. На фоне бабочки уже много фотографий в Инстаграме. Очень много, очень много, да. Людей разных приходят, фотографируются. Вот была такая версия, не уберешься с собой, 5 лет не будет хорошего секса. То есть гомер, но мы решили, что детки будут спрашивать, что такое хороший секс. И родителям будет сложно рисовать. Искать в интернете ответы. Вот мы рисуем этого гомера. Вот девочка пришла, помогая рисовать. Какие вы молодцы. Вот как мы рисуем. Вот наши краски. Все примитивнейшими красками. Вот как мы лавочки делали. Табличка разошлась вообще. Вот у нее масса проблем. Вот я визуализировал, как я хочу, чтобы цветы были. Вот мы в твистер уже играем. Вон собачка такая летающая. Вот я рисую часы. Вот от них идет тень и показывает время от солнечных часов. Вот квадрат внутри этой штуки. Мы видели, проходили с ним уже. Мы сегодня играли. Вот как я его рисую. Ворота, наверное, надо придумать. Вот ко мне друзья приезжают. Вот шахматы, твистер. Ну, такое вот. Мне о вас Сергей Гомон рассказывал, а я даже не знала. То случайно, слава богу, пришла, увидела. Вот мы сделали для наркоманов. То есть, если они уже будут колоться, то такую емкость, потому что детки подбирают шприцы. Да им все равно, по-моему. Они могут повредиться. Вот как мы красим эти конструкции. Вот краску мы покупаем. Вот режем все. Вот двое бездомных, которые нуждаются в одежде. Я у себя написал. Им принесли сейчас очень много одежды. Друзья. Вот мы играем в этот квадрат. Вот уже, вот мы играем. Мячом. Это, которое находится вон там, под накрытием. Уже темно, на самом деле. Вот это, на которое вы Фридой. Ну, на Фриду действительно похоже. Да, только лицо немножко более женственное. Вот рисуем, вот рисуем эту вещь. Телевидение было одно, второе, третий, девятый канал, 34-й приезжали. Вот я случайно упал в воду. Это было холодно зимой. Вот я делаю лавочки. Вот миньонов рисуем. Вот рисую, как прыгать. Вот так вот будет выглядеть миньон. То есть я дорисовал. А, то есть он еще там не закончил. Вон там нет глаз, там нет глаз еще, нет цветочков. Вот наши бездомные ребята. Которые мы стараемся помочь. Молодцы, молодые такие еще? Да, 27 лет вчера ему было. Вот люди приходят, гуляют, смотрят, любуются. Удивляются. Мы вот в этом доме живем. Я вот в этом, родители в этом. Кто, если не мы, возьмемся там делать. А мы дальше, мы туда, на Баумана живем. Все время тоже сюда гуляем. Если что-то надо, мы сейчас обменяемся телефоном. Может, что-то надо, давайте мы будем помогать. Пока карантин, все равно заняться нечем. Спасибо даже, что вы информационно поддержите, потому что это то, что нам сейчас нужно. Я рекомендую зайти на страницу. Сергея? Сергей. Сергей, ну там я... Да, да. Ссылку оставлю под видео в описании. И поддержать этот пост, поддержать эту группу для развития, облагораживания нашего города. Хотя бы жители Днепра поддержите. Чисто для людей, чтобы все приходили, общались, обменивались какими-то добрыми делами. То есть вот этот час, час доброты, чтобы учить детей. Мы специально рисуем в детских образах детские мультипликационные персонажи, которые что-то делают полезно. Они там убирают что-то. И для детей это пример. Ну то есть они на таком, ну как бы понимают. Ну да. Там дети приходят радуются. Вон твистер. Все, но сейчас же уже темно. А так будет. Да, уже не видно. И дождик всех напугал еще. С вами был Сергей Живков. Человек, который все это организовал, облагородил, собрал людей. С друзьями, только с друзьями. Только каждый вон делает. Все ходят, делают. Нельзя так сказать, что это. Это общее как бы дело. Поэтому присоединяйтесь. Ссылку в описании я оставлю под видео. Помогайте, кто чем может. И сделаем такое красивое место отдыха. Всем спасибо. Спасибо вам большое за то, что вы есть. За то, что вы это организовали. Это большого стоит. Это цифры. Это для деток, чтобы учились умножению, делению. Здесь алфавит. Я уже показывала цифры. Вот девушки садят сейчас кусты, деревья. Знакомые мои. Моего одноклассника Максима садит цветы. Какая вы молодец. Максим уже не может дождаться. И тут у нас будет очень красивая клумба. На этом. С цветочками. С цветочками. Да. И цифры. Мы называем цветной феей. Она приходит. Пришла, сама возится. А мы говорим, что хотите посадить, наверное, картошку и помидоры. Она говорит, нет, цветочки я хочу посадить. Цветочки. Она не приходит сама, все делает. Просто называем цветочная фея. Таня это цветочная фея и еще Катя. Хотя по профессии не садоводы, но очень хорошо справляется со своей работой. Спасибо вам большое за то, что вы есть. В следующий раз звоните, организуемся и что-то поможем. С удовольствием. Обязательно. Спасибо вам. Уже темно.